доброго дня вам друзьям слушатели и смотрители канала твоя рыбалка сегодня у нас сейчас сегодня у нас в гостях у лишь обходе вас специально по тик там а ним с вами немножко а заставил нас выехать на воду особенно заставлять не надо мы пацаны быстро раз и на воде уже вот такой вот инструмент компании tic который имеет длину 2 метра 7 сантиметров то есть 69 да правильно из куб 69 стоит особняком в линейке а из кубов по одной простой причине что одно из колен это цельная вклейка не коллега цельный хлыст из карбона ну да одно из колено это считать клика вся то есть все колено это сделано из материала карбона который применяется для вклеек в общем штука заинтриговала до соплей нас тест у него 015 грамма вот ну не взять такой инструмент и не попробовать на воде мы просто не могли поэтому а сразу по шнуру шнур будет стоять 0 2 это по японской классификации толщин а вот почему потому что информация вообще об этом инструменте очень мало на ю тубе а отзыв одного товарища я почитал когда он поставил 035 шнур честно говоря хотелось ерничать скачок то бича белевую веревку туда зарядил бы и сказал что какие то есть проблемы в общем вот такая темная коньячка у нас притом интересная темная коньячка в общем много говорим на воду собираемся и тестим включаемся как только что-то интересное прошу виталий николаевич тест поддержаться за тик вернее честь подержаться за тик заставляет сама Начнем мы наш тест Вполне традиционно с маленьких весов Для того, чтобы понять, что у нас там по низам То есть, насколько эта вершинка дает возможность отрабатывать и показывать нам, какие веса Хотелось бы понять вообще, что у нас в руках Потому как стоимость этого инструмента официально на сайте производителя 47 тысяч йен Это, поверьте, немало Это уже как бы вход достаточно, по цене по крайней мере, достаточно серьезный диапазон Почему мы так, наверное, даже с излишней тщательностью относимся к поиску Почему? Потому что мы присматриваем инструмент, которым бы хотели ловить сами Поэтому все, что вот в этом диапазоне, там до трех с половиной, ну максимум до пяти грамм Хотелось бы понять, пощупать и Как бы сказать, как говорит младен хороший, пропонимать На собственном моменте, что это такое Внешне Внешне, вот Виталька держит его в руках Сейчас попробую Ну это просто офигенная вещь Красиво Стройная Вот Со сверхлегкими, сверхскользючими кольцами Вот в руке Лежит интересно По поведению вершинки Опять же, сейчас очень малый вес Стоит Достаточно живая Достаточно живая А вот про тактильные ощущения, это уже будем Виталий спрашивать Знаете, первый такой момент, я теряюсь, как бы Давать какие-то классификации Давать либо хорошие Какие-то там моменты, типа Вау, какая штука Или сказать, о, блин, мне эта хрень не подходит Реально Не могу и не буду Первое, что увидел, это заброс Можно поставить хорошую оценку По забросу Вернее Интересовало бы меня В первую очередь Это Хороший заброс При росте 2.07 Хороший дальний заброс Максимально мелкими приманками Вот это вот, как бы для меня Если я выбирал конкретно себе этот инструмент Было бы очень и очень Важным критерием Это что касается Заброса Почему? Потому что Вот соревнования Фестиваль, который проходил Хотя и все называют соревнованиями Были четкие моменты Когда надо было доставлять приманку Сверх малых весов На достаточно дальнее расстояние И еще один момент Вот в водоемах, которых мы рыбачим На которых мы Как бы снимаем наши видеосюжеты Вот именно вот этой весной Стоит слой травы Вот той такой, как тины травы Поэтому Крупные веса Просто проваливаются Работаем в основном Ну, грамм, полтора Максимум 2 грамма Поэтому для таких условий Это очень актуальная вещь Как только ставишь Набор, в котором грузик составляет 4 грамма Все Поверьте Тут при первом же забросе Он влетает в траву И практически проводку делать уже Увы Ну, а сейчас мы чуть-чуть укрупним И, Тасья, ты несколько забросов сделал Есть какие-то мысли? Виталий Николаевич Ну Мысли, конечно, есть Открою большую тайну Это второй выезд Питков все спалил Но это же надо быть гадюкой такое Почему гадюка? Я специально просто хочу расставить точки на бить Потому что первый выезд Не особо дал понятие И показалось, что На мое усмотрение Что этот спиннинг Вся его фишка Вот этого хлыста цельного Верхнего Для того, чтобы ловить На водоемах с илистым дном То есть Максимальная визуализация Именно поклевок То есть, когда нет Тактильных ощущений с дном Когда вот илистое дно Водоросли вот такие А именно надо, чтобы кончик отрабатывал Чтобы видно было Каждую поклевочку Каждое касание Грунта Вот именно выбрали Этот участок Ну, я предложил Игорь согласился В принципе Поехать сюда И попробую здесь Попробую Потому что здесь Ты же понимаешь, да, что Ребята, которые привыкли Получать поклевку в руку Так что и стучит в руку Практически им можно Нажимать клавишу стоп Им уже будет неинтересно Нет, мы же не о поклевке в руку Мы рассказываем о стуке об дно Потому что в прошлую рыбалку Мы стучали об дно А сейчас мы хотим не стучать об дно А именно смотреть Как работает у нас Именно вершинка Вот сейчас поставил 0,8 грамма Побросал Ну, что я могу сказать В принципе В прошлый раз я тоже бросал 0,8 грамма Сейчас я опять побросал И все-таки убедился 0,8 грамма вершинка это не видит Пускай, конечно Я прекрасно догадываюсь Что очень много будет копий поломано После этого фильма Но не знаю, ребята 0,8 грамма я, например Не вижу При всем уважении к типу Ты хочешь сказать, что 8 грамма Отрабатывает 0,8 грамма? Нет Не видно Не видно Вот реально я стою Делаю легкие взмахи Да, играет в принципе Вся эта часть Как бы сказать, что раз остановилась Я четко зафиксировал касание дна Вообще его нет При том шнур стоит правильно Игорь Юрий специально уточнил Вопросов не было Толстый шнур там и так далее Шнур тонкий стоит Но вот 0,8 грамма Абсолютно никакого Получается касание Сейчас буду укрупнять Теория подтвердилась Не, у меня вопрос там другой Понимаешь, начинает Дело в том, что В описании Да, вот этого продукта Там есть такие слова Оголенный нерв Да, но его надо правильно понимать Оголенный нерв Это как оголенный нерв Мертвого зуба, Виталий Николаевич? Нет Не мертвого зуба Просто вот оголенный нерв Имеется ввиду, что получается Цельная вот эта вставочка То есть визуальный контроль Визуальный контроль Я так думаю, да Потому что как бы Свободный перевод Оголенного нерва Понимаешь, мы понимаем Что это какой-то там удар в руку Ну, скорее всего это не так Скорее всего оголенный нерв Имеется ввиду Визуально видно Этот нерв То есть получается Такая простая вещь Если вот Как бы идти по аналогии И сравнение Тех инструментов, которые мы брали Чем длиннее вставка Вот Тем меньше Тактильное ощущение Чем короче вставка Тем выше Тактильное ощущение Правильно? Ну Только не говори, что нет Вполне возможно Потому что, допустим Те, которые спиннили Допустим С цельными бланками Да, без клея Без клея Все говорят, что Мол, они даже Намного звонче Ярче передают поклевки Ну, независимо от веса Я не говорю, что там Допустим, на грани А на том же И там, допустим На двух, на трех граммах То есть на нормальном весе То есть у него Ярко выражено Именно Получается Стук Этот Этот Импульс тока Так сказать Который передается От приманочки Вернее, даже не от приманочки От монтажа В руку А у вклеек же Все наоборот Тут немножко не так Клейка получается Она в принципе Изначально Для чего вклейка Для того, чтобы зафиксировать Поклевку Визуально Ну, поклевку Опять же Касание Того же дна Подожди Но если изначально Японцы планировали Эти спиннинги Они ловят их с пирсов Под пирсом Там 6-8 метров Глубина Вот Ты запускаешь Там 0,8 грамм Плюс там Какой-то червячок Вернее Они запускают Это все еще На флюрокарбоне Извини Какая поклевка В руку будет На столь малом весе Вот Да никакой Я прекрасно понимаю Японцы вообще По-другому ловят И они не ждут поклевок Вернее Не поклевок А касание дна Они зафиксировали Но дно Тыркнуло И все Так Поставил 1,3 Сразу Потому что Как бы Грамовыми Я не ловлю В принципе Ну я не вижу смысла То есть ставлю 1,3 И твистеров Сейчас будем пробовать Дальше Пробуем На то Оно есть Тест И понимание Какое-то Ну по забросу В принципе Кстати прозвучал По забросу На легком весе То есть бросает Он в общем-то Не хуже всех Остальных спингов Которые где-то Тоже в такой Сравнивой длине И в сравнивом Тесте То есть в принципе Мелкий вес Бросать комфортно Просто надо Понимаешь Как тебе сказать Хочется понять Для себя И если Есть такая Возможность Донести Вот этот Маленький кусочек Опыта До остальных На предмет того Вот человека Есть например Эти деньги И он хочет Купить себе Какой-то инструмент Который заведомо Заточен Под ультралайтовые дела Вопрос Понимаешь Купив инструмент И потратив Деньги И потом Говорит самому себе А вот он Подходит Но с натяжкой Вот он бывает Но вот как бы Не совсем Но это же Ну как бы Не совсем Даже правильно Ну я скажу так Во-первых Сама концепция Этого спиннинга Да Абсолютно Две разные половинки Губаря Первая часть Рокфиш А вторая часть Ну Она довольно-таки Мягкая Я не скажу Что там горят Она быстрая Там эта вершинка Она не совсем быстрая Она больше похоже То есть тут какой-то По большому счету Строй у этого спиннина Такой Как бы Смешанный Другой говоря Как на На мой взгляд Полудилища Быстрого строя Рокфишева И полудилища Почти Почти регулярно Какого-то Ну знаешь Если сейчас будет поклевка Ты будешь вытаскивать рыбу Мы посмотрим Что будет делать Самблан Вот То что он сложностроен Это понятно Нет Так поэтому я же говорю Из-за того что он Абсолютно необычный С абсолютно необычным строем Этот спинниг Ну При покупке этого спиннига Надо очень внимательно Подходить Потому что как бы Аналогов Я например не помню У кого есть такие Я не знаю То есть как бы сравнить там с кем-то Очень тяжело будет Ты покупай этот спиннинг Надо прекрасно Отдавать себе ячок Сейчас попробовали кусочек обловить Возле Травы Травы много Уже много Только начало лета Травищей валом Вот Есть всплески Рыба реально гуляет Но поклевок увы Нету Хотя вот рыба Практически По всему водоему Сколько видим Кто-то гоняет ее А будем пробовать Может быть Приманку Экспериментировать с приманками Потому как На этом водоеме В этом году Я впервые Какие здесь пристрастия У рыбы Не знаю Вижу Вот Окуньша стоит Этот Который не наш Который солнечный И вот Достаточно много Хотя это та же река Конка На которой Мы достаточно большое количество Наших сюжетов Становим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я попробую Максимально Снять Работу кончика Удилища Он реально живой Он не так себя ведет Как клейка Вот Хотя А эта клейка Разнится Например С тех же клейкой С поведением Той же знаменитой Финезы Которой ловили Абсолютно все И практически Благодарили Боготворили Этот спиннинг Кстати Кстати Многие Многие Остаются И поклонниками Этого инструмента До сих пор Я Агрофит-лидере Вот Вот Ветерочек Поднялся И дальше Вообще Нету Никаких Тактильных Ощущений Нет Не Ну я понимаю Что дно Там просто Никакое Там Глина С Это С С Стравищей Ну Глины тут Нет Просто Ил Ил Трава Ил Трава По тактильности Скажу так Это Очень Необычный Тип По сравнению С другими Типами Того Электрического Тока Который Дают Все остальные Модели Тут Конечно Нет Сейчас Включил Камеру Такой Интересный Момент Вот Как бы Из Поведения Рыб Солнечный Окунь Ну Буквально Мощных Размеров Сантиметров 5-7 Вот Обустраивать Себе Жилища И всех Точно Откладывать Смотри И Абсолютно Всех Выгоняют Со своей Территории Во Злодей Там Борьба Такая Идет Шуховайся Абсолютно Рядом Прогуливается Красноперка Не Лука Никак Не Реагирует Вообще Никак А всех Своих Собратьев Просто Выгоняет Да Вот Такая Она Водяная Жизнь Мы Друзья Продолжаем Да Взял Инструмент Вот Виталий Тут Интересную Мысль Сказал Чувство Дна Которое Привыкаем Своему Инструменту Форелевой И ротишевые Палки Абсолютно Разные Так Ну Реально Разные В общем Это не смешно До сих пор Не можем понять Что у нас Рука Как 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 Ах Кто Ты Цветочек Аленькой Тряблый Вот Сейчас Вот Работа Кончиков Мне напомнила Работа X-Tune Понимаешь Я не скажу Что там Мгновенно Конец Раз Останавливается Абсолютно Нет Там Есть Колебания Ух ты У меня пока что второй вопрос Больше сейчас Такой Который Хочется задать А вот Когда пишут Описание Вот Они пишут Для всех Айскубов Одинаковое Конечно Или кто-то Все-таки Берет на себя Смелость Берет инструмент Этот И пробует Его на воде Нет Там Описание Разное Знаешь Под что она Подойдет Точно Это под микрушинговый Дропшот Железно Она будет Творить Неимоверные Вещи А вот Там приманка Будет Такой Отписывать Толщая Водыш Змах Почти Как у регуляра Чисто Вот регуляра Когда делаешь Проводку Смотришь Играешь Только Кончик Реально Вот отрабатывает А вот Змах Вот такой же Мы сейчас Практически Уже Где-то Намахали Не один Километр Вот Идем Вдоль Речухи С точки Зрения Отдыха Великолепно А даже Мозгами Понимаю О том Что А когда Нет рыбы Тест Получается Более Правильный Интересный Тоже Понимаю Очень Хочется Поймать Рыбу Потому Что Сухие Слова Теста Это В принципе Ничто Очень Хочется Рыбу Поймать Поклевку Почувствовать Как Она Что Она Делает И Поймать Не один Раз Для того Чтобы Закрепить Какие Чувства Понимать Что Это Достаточно Действительно Хорошо Или Может Это Как Что Что То Не Пока Путешествия Даже Сегодня Выезд Нужно Назвать Путешествие С Тиктом О Так И Назовем Мы Сейчас Еще Проехали Ближе К дому 25 Километров На Нашем Как Б Новом Хорошо Известном Месте Продолжим Ветер Получается Западный Да Идет Как Раз Тащит Вдоль Воды Поднимает Волну Небольшое Волнение Есть А мы Все-таки Продолжим Знакомство С этим Самым Непонятным Из всего Семейства Айскубов Самым Непонятным Все кубики Которые Выпускали До сегодня Все были В руках Все были На воде Пробовали Есть Какие-то Четкие Понимания Какое-то Мнение Здесь Ничего Не Сказать Поэтому Продолжаем Так Ну это у нас Сегодня Как бы Первый Нет Да Самый Самый Первый Микроволк Отпускай Поклевочка Что-то Поинтереснее Это конкретно Интересный Товарищ Ага Такой Хорошим Мачушоном Вам Удачи Вас я знаю Смотрю Спасибо Посмотрите Момент Получается Поклевка Произошла Как она Называется Эта Поклевка Даже Блин Я аж Весь Опешил Это не Поклевка Она просто Взяла На нее Как бы Такое ощущение Было Что я просто Влетел в траву И все И остановилась На такой Окуне То есть Не было Никакого Как сказать Там Удара Там Сопротивления Но Окунь То немалый Немалый Хороший Жирный Толстый Окунь Я подумал Что трава Решила Просто Продернуть А продернул Целую рыбу А продернул Целую рыбу Не Ну был бы Там какой-то Знаешь Мелкий Там 5-7 Грамм Ну такой Который Просто А так Как бы Ну вот Он Перебит Вот он Сел Не знаю Ну по кончику Я вижу Что он Сел Да И он Уже Не сел Это рыба Это вообще Трава Оказалось Это рыба Трава Не Ну он там Дергал Дергал приманку За траву Как ты сказал Вот опять Села рыба Я говорю Опять рыба Немалых размеров Ну ты что-то Красиво Какой Я не про тебя Я про рыбу Ты что Ты чувствуешь Ну как вот Это вот описать Вот момент Поклевки Вот когда я Неделю назад Ловил на Маховое удилище Верховую Смотришь на поплавок Поплавок повернул Тащишь И чувствуешь Как там уже сидит Точно такие ощущения А что является поплавком Да ничего Я же говорю Раз и сидит рыба Поплавка просто нет Вроде его сняли А вытаскивают Поплавчан То есть вот этого привычного Нашего любимого Окуневого Тук Его нет То есть можно допустить Что рыба Подбирает Приманку со дна Вот просто На лежачку Да Ну Обычно на спиннингах Это слышно Даже на лежачую Приманку Вот когда ловишь На посливку Это щетка Ты ощущаешь Когда рыба ее берет Тут уже две поклевки Такие Вот смотри Две рыбалки Ловы Обвинить нас в том Что стоит неправильный шнур Невозможно 0,2 Который входит Заявленный тест В диапазон Вот Шнур внутреннего Японского рынка Так что тут все в порядке Катушки Да Катушка нужна сюда Однозначно Дороже Притом Так как По-моему Это Да это нормальная катушка Это классика Она хорошая катушка Классика микро джи Но вот если брать По феншую То это как минимум Лувиас 2004 огонь Все Все хорошо Приманки суперячие Да рыба поймана Она другая Я тебе честно скажу У меня даже вопрос Конечно Если бы можно было задать У меня такое впечатление Я не знаю Есть ли в простаферах Девушка Что ты мне даешь Мне такое впечатление Что это Вот женская рука Я понимаю Там не девушка Что это дело Все дело Потому что там Видеопарень Не помню имя Японец Представляет Его показывает Я так понимаю Он же и является Его разработчиком То есть А какой девушке Может быть Есть Да Они ее делают Для себя Они в первую очередь Делают спиннинги Для себя Ребят Для своих Для своего рынка Даже могут делать Отдельно Для какого-то региона И при том Этот спиннинг Максимально подходит Для этого региона Ну вот он появился У нас на Украине В торговой сети Вот мы его Придбали Ну For example Поставили хорошую катушку Такой же стоимости Сам спиннинг 47 тысяч Катушка 1038 137 Эвро Этих Оооо Пардон Ой не дай бог Чуть Сурми Чуть Иен Шнурок Слегка Недешевый Да не Комплект Как бы Тут все соответствует Тут как бы Вопросов комплект Абсолютно никакого Можно я расскажу Да Ну папа Так я тебя уже Полчаса выманил Ну скажи Не ну я же вот вылез Чтобы рассказать Полноценно уже Как бы свое мнение Господин Питьков Да Значит выскажу Своё субъективное мнение Касаемо Ребят Вот смотрите Он сказал абсолютно честно Это будет мнение Именно Виталия Прошу Понимать его Как мнение человека Который взял спиннинг И пошел на рыбалку Мы ни в коем случае Это просто ремарка Мы ни в коем случае Никому не навязываем Свою точку зрения Не ну я же говорю Я рискую нарваться На критику Кинокритиков Поэтому сразу Объявляю Объявляю Что это будет Моё личное Субъективное мнение Касаемо этого спиннинга Отловил я им Две рыбалки Притом вторую рыбалку Сегодня Был инициатором Надо поехать На другой водоем Дабы почувствовать Его на Илисом дне Типа Попробовать Вершиночку Его Как она отрабатывает Так вот Я например Честно Из своего опыта Из своих условий Применения Таких спиннингов Этому спиннингу Не знаю Куда я бы Его смог применить Потому что Он настолько Необычный В работе Как бы То что он Необычный В исполнении За счет Этих Хитрого Получается Комплектации Цельного Верхнего хвоста Ну ладно А вдруг ты не знал Об этом Ну не знал Ну вот Получается Я же говорю Необычный во всем И необычный в работе Это как бы Ну в моем понимании Это и Его нельзя назвать Микроджигом И в то же время Его нельзя назвать Каким-то там Регуляром Конкретным Это что-то Нечто среднее С какой-то Нечто среднее Получается Характеристикой То есть грубо говоря Вот если допустим Брать по линейке График лидера Да Я бы вот это поставил Между фенезой Именно в работе Там ни цены Ни сморить И белезой И белезой Да Где-то между ними Потому что как бы Кстати у них была проба Вот ты помнишь Мой спирт Это белезо-прототип Была с клейкой Хотя кто-то там Один из подписчиков Сказал Да Они усрали Пардон Пардон Здесь буду защищать Железо Ну как сказать Давай я уже договорю Это мы жарю Это Я не могу его назвать Микроджигом полноценным Не могу назвать его Регуляром для ловли Мормышки Почему мормышки Сегодня не ловили А на предыдущем выезде Я пытался им ловить Мормышки На флюрокарбоне Как положено По всем Мне понравилось абсолютно Потому что Во-первых Игра мормышки не задается Он ее резко подрывает То есть она довольно-таки Быстрая для мормышки В то же время Поклевки Абсолютно Ну блин Не знаю Не ощущается Такое ощущение Что все происходит на леске Как бы ловля на леске Поэтому Я не знаю Я же говорю Как бы Кто кто захочет Его приобрести Очень советую Подержать И попробовать половить Не подержать Попробовать половить Не же Подержать И попробовать половить Потому что Просто допустим Вычитать в интернете Понравился по внешнему виду По описанию По характеристикам Купить Я уверен Вы можете разочароваться То есть это спиннинг Такой который требует К себе Ну очень большого Так сказать Может не разочароваться Не понять А потом Не Ну я же говорю Будет человек нацелен На супер-пупер Какой-то микроджиг Не знаю В моем понимании Он не доставит Такое удовольствие Вот честно скажу За этот сезон За вот эти все выезды По открытой воде Этот спиннинг Это вот Какое-то разочарование Самое непонятное Мягко говоря Просто до этого Допустим До этого Опять же Тогда Недели 3-4 назад Мы тестировали Без фирма Гамака Цуехене До 3,5 грамм Она очень Оставила о себе Такие яркие воспоминания При том что По цене Они сопоставимы Ну да 49 тысяч йен Это 47 тысяч Ну 2 тысячи йен Длина одинаковая Ну у этого тест Чуть больше До 5 грамм Но в целом Я же говорю Там спиннинг был Настолько яркий Что получается Очень хорошее О себе впечатление Оставил И как бы о нем Хочется вспоминать И с кем-то его сравнить Об этом я же говорю Мне просто хочется Честно Поехать домой Взять свой любимый спиннинг И покайфовать от рыбалки Это мое такое мимо Поэтому Мы еще продолжим с ним Еще будут рыбалки Я говорю Мы никогда не претендуем на то Что вот это Истинно последние инстанции Все Правда Я говорю Вот может Ребята действительно хотели Собрать Как бы Две вещи Которые в принципе Как бы несовместимы Два строя Сделать какой-то Супер инструмент А может Ну просто не для нас Вот реально для нас В руке Ну скорее всего Я так думаю В руке Ну красивый Ну блин Да скорее всего Просто не для нашей Просто может Не для нашей рыбалки Может Это самое Ну опять же Я говорю Как для меня Я бы ему придумал название Знаешь что Принцесса тишины Как в прямом Так и в переносном смысле Этого слова Вот если вы на маленькой Речушке Где просто тишина Идеальная 0,8 грамм Вы увидите А может даже и 0,7 Увидите То есть вершинка Отработает По поводу вот этого При всем том Что это тик Здесь вообще Ничего не услышите То есть Ложите пальцы Два пальца Три пальца За бланку Нет абсолютно Никакого Нет Зато вершинка Отработает Хотите забросить Четыре грамма С приманки Он бросает Не надо Ничего напрягаться Одной рукой Он выплевывает Абсолютно нормально И достаточно далеко Больше Не комфортно Бросит Да Да и мне на четыре Показалось Он проваливается Ну вот Есть что-то такое Понимаете Вообще я говорю Как по мне Так вообще Комфортный Вес Грамм-3 Это его комфорт Да Вот может Ну опять же Это опять в наших условиях Для чего делали Японцы Попробовать под колебалку И поставить на нем Такой как бы Ну вот момент Универсальности Но опять же Когда мормышку Не 0,25 Ставить надо А минимум 0,6 Для того чтобы Он как-то начал В вершинке Вот эти вот Резкие рывки Погасило И начал Вот эти вот Именно плавные Делать Синусоиды Пилить Раз Если Есть такое Волнение То придется Ловить там Ну 2 грамма 2,5 3 грамма Но опять же Здесь конкретно На этой реке Это не комфортно Грузик пойдет Проваливаться в траву И все И только забросили Будете выматывать И тут же Очищать приманку От травы Правильно? В железобетон Ведешь Больше груз Вот там вот камни Есть Да мы знаем Да на камень попало После камня Бездна Хрен его знает Что там творится с ним Где она летает Попадает шнур Я его слышу Как-то передается По катушке Я не знаю Я говорю Либо мы что-то не поняли Либо это немножко Для каких-то Специфических условий Хотя Говорю Повторюсь Первое Это цена Ну японцы Не настолько Чтобы взять Просто на чего-то Как-то непонятно Прилепить цены Они достаточно взвешенно Относятся Им вымеренно Относятся Ко всем этим моментам Как лежит в руке Ну просто красавец 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 Я не знаю Как Ну тик-то вообще-то Красавец Ну я говорю Знаешь Все Вот эти вот Яркие впечатления О которых Которые собственно Ну я не знаю Но мое начиналось Это вот эти поклевки Знаешь Трын Когда купил Нормальный первый спиннил Себе Когда я нормальный шнур Подобрал Когда я начал понимать Что такое Окуневая поклевка Начал как бы ценить ее У форели Ну опять же Там идет Тут равномерная проводка Бах Ну вот ее Да я даже не знаю Я вот честно говорю Ребят Правда Я не знаю Как этот тест назвать Я не знаю Как эти выезды назвать Я не буду придумать Каких-то терминов И не буду просить Это кого сделать Единственное О чем попрошу Кто работал Этим инструментом Отпишитесь Скажите свое мнение Я не буду говорить Неплохо Нехорошо Я скажу честно Не понял Просто Не понял И все Как-то так На этой оптимистической Интригующей ноте Мы вам желаем добра Вот Наверное мы возьмем что-то Понимаемое Да На следующий выезд Чуть-чуть более понимаемое Ну посмотрим Время покажет Да Может там еще Еще круче интрига была Вот Поэтому Подписывайтесь Лайкайте Мысли свои высказывайте Повторюсь Кто ловил этим инструментом И именно вот этим вот красавцам Пожалуйста Отпишите Напишите свое мнение Не надо под кого-то Не надо мне переводить Дословно то что написано на сайте Ваши личные впечатления Вот взял в руку Неважно Хорошие они Плохие Они идут в похвалу Тикто Или наоборот В разрез Абсолютно Да Я торгующая организация Я представляю магазин Виталя представляет Торговую марку Фишат Еще и как представляет Вот Да мы торгуем Но поверьте Вот В общем как-то так Все На этом да До новых встреч Вот так